Сейчас выступит Лиза Низамова, она сама из Казани, она организатор курилки Гутенберга. Она расскажет про научные лекции, как самой востребованной научно-популярной фанатой. — Спасибо, что остались. Первый вопрос. Точнее, уже были упомянуты все те порталы, о которых я сегодня буду говорить. Первый — кто читает образователь? Поднимите руки, пожалуйста. Ура! Отлично. А, хорошо. А наверняка, если кто-то читает, то наверняка видели анонсы курилки Гутенберга. Кто-то видел? Если внимательно читаете, то наверняка замечает. Так вот, собственно, паблик образовача непосредственно связан с тем, чем я занимаюсь в плане популяризации науки. Это лектория курилка Гутенберга, которая была создана два с лишним года назад. И я являюсь его организатором в Казани. Вообще, что такое? Кто-то был из вас на нашем лектории? Нет? Кто-то был? Так. Ну, вот приходите, те, кто не был. 8 октября у нас будет первое после летнего перерыва мероприятие. В чем вообще суть этого проекта, я сейчас расскажу. Вообще, это такой лекторий, очень, наверное, в каком-то смысле выгодного формата, потому что в рамках одного мероприятия у нас происходят целых три лекции. И чтобы было не скучно, интересно, забавно и задорно слушать, это три разные лекции, как правило, даже на разных тематик. То есть в рамках одного мероприятия могут быть спорочитены лекции по астрономии или какие-то лекции, которые касаются кровавого навета и лекции, посвященные физиологии сна, например. То есть таким образом мы собираем разную совершенно аудиторию. Кто-то приходит послушать лекцию про черные дыры, кто-то вообще там про политическое поэзию, например, и так далее. Собственно, как я уже сказала, лекторий был создан в 2014 году. Сначала вообще все это началось, на самом деле, началось это все еще раньше, когда несколько друзей стали собираться для того, чтобы друг другу пересказать какие-то книжки, которые их вдохновили и поразили. Из каких-то рассказов дружественных все это переросло потом в лектории. Сначала это были какие-то собрания на 20, на 10, на 20 человек, а потом места в квартирах где-то еще стало не хватать, и ребята стали уже собираться, стали организовать уже мероприятия в библиотеках и на других площадках. Кто вообще создал этот проект, собственно, автор идеи, это Михаил Янович, продюсер интерактивных приложений, но сейчас уже непосредственно курирует проект Рома Переборщиков, наверное, тоже кто-то, кто как-то связан с популяризацией науки, наверняка это имя вам знакомо. Итак, как я и говорила, формат мероприятия — это три лекции по полчаса, и главный критерий, наверное, ну, один из главных критериев — это какая-то живость, это должен быть живой какой-то разговор о науке. Все-таки мы занимаемся популяризацией науки, и как раз одна из наших задач — это сделать науку интересной даже тем, кто этим занимается, даже для тех, кто от этого как-то далек и не хочет с этим ничего общего иметь. Кто вообще организовывает этот проект? Может быть, вы уже знаете о том, что электрория Курил-Куденбергу существует вообще в 24 городах, в том числе еще и за пределами России, даже в Латвии и Белоруссии есть этот лекторий. Кто этим занимается вообще? Это полонтеры, которых куратор проекта «Рома Переборщиков» ищет там посредством соцсетей и находит ответственных ребят, и эти ребята занимаются этим лекторием. Например, в Казани этот проект организую я и мой коллега из Центра современной культуры «Смена» Денис Волков. И вообще в каждом городе, как правило, это всегда разные площадки. То есть в каждом городе, как правило, нет постоянной площадки, на территории, на которой происходит электрорий. Электрорий, как можно уже догадаться, регулярный. У нас везде это происходит по-разному, где-то это бывает 2-3 раза в месяц. У нас в Казани мы это делаем раз в месяц, ну и периодически уходим на каникулы на летние, например. Но вот в Казани такая история, что нам как-то повезло в том смысле, что Рома обратился сразу в Центр современной культуры «Смена» с вопросом, не хотели ли мы делать у себя такое мероприятие. Но мы, конечно же, согласились и, собственно, стали организовывать. То есть в Казани есть своя площадка у этого мероприятия. Ну вот здесь парочку фотографий из того, как это все начиналось. То есть это какие-то посиделки, то есть это было буквально 4 года назад. А теперь это, на самом деле, оказывается самый посещаемый научно-популярный некоммерческий электрорий. Ну и в Казани, как можно заметить, тоже очень много людей ходит на научно-популярные мероприятия. Как вообще происходит все? После того, как Рома обратился к нам с вопросом, не хотим ли мы делать у себя мероприятие, мы, конечно же, согласились. И нам было вообще интересно, откуда вообще люди узнают об этом мероприятии, когда они будут приходить на мероприятие, как они будут узнавать. Ну, собственно, здесь очень сильно помогает сообщество образовача ВКонтакте, которая с самого начала поддерживала этот лекторий и предоставляла свою аудиторию, свой трафик для того, чтобы публиковать новости и так далее. То есть, конечно, очень многие в лектории Курилка Гутенберга очень сильно обязаны паблику образовать. Может быть, вам интересно даже, откуда название такое взялось. Название, кстати, часто, не то чтобы часто, но времена им вызывают всякие разные неоднозначные реакции у разных представителей. Бывает такое, что мы кого-то зовем на лектории, и нам говорят, что нет, мы не придем, потому что название такое вот Курилка, все такое, это так все ужасно, ужасно. На самом деле, название лектория имеет непосредственное такое отношение к истории вообще всего, как это все происходило, как гласит легенда. Все это начиналось с каких-то бурных обсуждений в Курилке и РГГУ. Собственно, откуда вообще Гутенберг взялся? Он взялся, ну, помимо того, что он еще создатель печатного станка, он еще и вдохновил свои книжки, как бы его персонаж, его персоналия, точнее, даже вдохновила, опираясь на книжку «Планета Гутенберга», по-моему, называется книжка, одного из создателей. Ну, собственно, вот так приклеилось это название, так и осталось, Курилка Гутенберга. Вот, собственно, что вообще интересного в этом лектории, что уникального, наверное, в каком-то смысле, в том смысле, что он полностью некоммерческий, то есть мы не берем деньги за вход, мы не берем вообще, то есть за выход. То есть абсолютно, абсолютно энтузиастская, волонтерская вообще история, и с точки зрения зрителей, то есть зрители абсолютно свободно могут приходить на наши мероприятия, это очень открытый проект, и мы тоже как организаторы делаем это на чистом энтузиазме, все происходит благодаря каким-то личным контактам, вот. Вот, естественно, с самого начала, как только мы начали делать этот лекторий, мы приглашали, конечно же, в основном своих знакомых, знакомых-знакомых, ученых. Потом круг этот стал расширяться, естественно, нам стали писать уже другие какие-то незнакомые нам люди, и стали спрашивать, можно ли бы участвовать в нашем мероприятии. Ну и на этапе выбора спикеров мы, конечно же, все со всеми ими встречаемся, обсуждаем тему, как-то смотрим, как вообще человек рассказывает. То есть для нас очень важно, чтобы спикер был интересен, то есть это все-таки должен быть очень активный, яркий, интересный и такой вдохновляющий рассказ. И, конечно же, мы очень активно обсуждаем во время подготовки к выступлению, мы очень активно со спикерами обсуждаем содержание лекции, зачастую консультируемся со своими знакомыми учеными на предмет того, что вообще, о чем будет речь в лекции. То есть стараемся какого-то бреда не допускать среди того, что там будет рассказано на лектории. Ну вот, собственно, это смена Центра современной культуры, это та площадка, где на постоянной основе происходит этот проект. Ну тут разные картинки счастливых людей, смеющихся с лекцией. Ну тут вот большой список тех городов, где также проходит курилка Бутенберга. Довольно большой список, дальше, наверное, только будет расширяться. И здесь точно такая же история, во всех остальных городах все это происходит на абсолютном полном энтузиазме. То есть за все это берутся волонтеры, как с точки зрения и организации, и с точки зрения продакшена, то есть СММ и монтаж видео. Все это делается волонтерами, за что им большое спасибо. И тут статистика такая, в общем, за все это время, за время существования была просто масса мероприятий проведена, все видно. Ну и чем еще полезна вообще эта лектория, если кто-то не может его посетить, он, естественно, может потом все эти записи посмотреть на ютубе. Канал существует, то есть все можно посмотреть. И тут разные большие страшные цифры. Ну и вот еще одна страшная цифра, что 100 человек, кажется, участвует в этом проекте. Ну вот в Казани непосредственно мы занимаемся этим вдвоем с моим коллегой. Ну и лектория не ограничивается просто лекторией, то есть весь проект не останавливается только на том, что это просто какие-то лекции. Вообще лектории сотрудничают с кучей разных других организаций, с вузами, с библиотеками, с различными площадками, для которых потом тоже организуют различные лекции. Вот есть, например, в музее Гоголя, собственно, есть, например, свой культурный лекторий Курилки Гутенверли. А еще вот, например, скоро с издательством АСТ будет выходить совместная такая серия с лекторием Курилка Гутенверга книги молодых ученых, которые выступали как раз в рамках лектории. И их книги будут как раз публиковаться в издательстве АСТ. Ну и, собственно, о тех, наверное, одной из самых важных вещей. В нашей лектории может участвовать, наверное, любой человек, который может интересно рассказать о науке, о своей деятельности. Ну и, конечно, профильное образование очень приветствуется. Вот. И, действительно, кто у кого горят глаза и кому интересно рассказать о науке, он может обязательно участвовать и очень легко может принять участие в нашей лектории. Собственно, эта информация очень открытая. То есть мы тоже периодически публикуем в группе смены и в группе Курилки Гутенверга объявление о том, что нам нужны спикеры. Вот. Потому что, действительно, спикеров, которые занимаются наукой при этом, и при этом могут интересно и за такое ограниченное количество времени рассказать о науке, их действительно очень мало. И мы ищем самых лучших. И, в общем, собственно, вот ссылки все, которые необходимы, запоминайте и приходите на наши мероприятия. Вот. Всем спасибо. Спасибо. Спасибо.